всем привет друзья меня зовут шамиль гаджиев это подтягивается на диване роман вагин все еще первое друзья 5 юбилейный выпуск и первый в новом году да я тебя роман с новым годом поздравляю поздравлялись уже было это год больше злобы больше жести больше фнл первой лиги лучшие лиги самого классного футбола в истории иначе бы за чтобы не платили деньги да да все так ты сейчас свои 14 рублей полна раму рубрика губит людей не пиво на стадионах россии по-прежнему отсутствует любимый российскими болельщиками напиток под названием пенная то бишь пиво мы хотим поговорить на эту тему с нашим гостем никита захаров менеджер по работе с болельщиками fk балтика команда которая рвется спустя многие тысячелетия высшую лигу пока в первой пока эта проблема актуальна для первой лиги потом возможно балтика с ней столкнется уже в премьер-лиге никита здравствуйте как вам без пива живется здравствуйте без пива нормально мне лично я по крайней мере живу с пивом поэтому мне проще единственное что я пью безалкогольное пиво уже где-то два с половиной года не пью пиво но я вместе со всеми сочувствую что на стадионе нельзя пить пиво с 2005 года уже как 17 лет и собирая наверное общее мнение находясь на стадионе и вообще в целом футбольной среде среде болельщиков сочувствую никита вы балтика семерка или вы балтика девятка какой сложный вопрос я на балтика десятка но левочка безалкогольная такой ассоциации в нашем регионе с нашим клубом нет и а в россии часто такие шуточки появляются как человек который работает с болельщиками часто ли в своей практике наблюдали людей которые выходили от от употребления алкоголя в астрал и позволь я еще дополню вопрос вот никита секунду я к роману вопросу тоже присоединились такие еще мысли с таким вопросом вы же наверняка были на чемпионате мира когда были матчи в калининграде когда приезжали фанаты и пиво спокойно продавали и пили фанаты из разных стран и понятно что из многими там писали друг на друга нет я хотел спросить не про это но это тоже неплохой вопрос но в целом вот тот момент который роман затронул сейчас да относительно вот западный болельщик незападный выделяется ли как-то вот вот то есть если какая-то тенденция да и вообще насколько было не знаю безопасно комфортно на стадионе когда пили все пиво пили все в нашем городе конкретно я не заметил разницы между хорватами которые здесь выпивали не знаю бочками и вода и местными там жителями или болельщиками балтики еще другой момент что как ни крути но болельщик он футбол и футбол как бы связан с пивом иногда как как зритель да как болельщик смотришь и зачастую наши болельщики там на стадион идут уже выпившие то есть и возникает такая проблема что хочется например идешь ноябре на стадион где уже может быть минусовая температура да хочется немножко согреться кто-то привык тогда согреваться он выпивать больше чем если бы он выпил вообще он наперед пьет и уже попадает на стадион в таком состоянии но как бы такие каких-то дебоширов не так часто встречается у нас на самом деле на стадионе чаще не из-за состояния алкогольного людей как бы полиция дергает а закурение в туалете кстати уже не работаю менеджером по работе болельщиками я уже работаю более ну ровно год кстати коммерческом отделе по рекламе и спонсорству поэтому я знаю уже и эту сторону тоже вопрос никита про прогноз ваш все таки вот в этой ситуации ждать ли пиво будет ли пиво когда она будет или вот так и будет все какие-то полумеры связаны с алкогольным пивом а я бы с этого иначе лом не вернется но это какая-то более-менее половинчатого тем не менее это позиция когда можно опробовать этот момент у меня прогнозы пока скорее наверное нет чем да пока нет соглашусь мне кажется что у меня вот еще такой возникает вопрос вот вы здесь много говорите моментов которые за пиво из-за там за прочую историю смотрите фанатской среде же зачастую бывают ребята которые там я не знаю занимается спортом качаются ведут ну максимально правильный образ жизни они ходят там на трибуны они активные фанаты и так далее какова допустим их позиция людей которые я уверен то есть что найдутся которые скажут что они против есть ли такие или вот действительно фанатский корпус скажем отдельно взятой балтики на всецело поддерживают что как-то надо этот вопрос решать как-то надо возвращать есть на самом деле зожники так называемой фанатской среде но они довольно таки адекватные люди то что рядом кто-то будет пить пиво им вообще все равно то есть они насчет себя до заморочены но они не навязывают свои какие-то жизненные устои другим людям да мы говорим спасибо никите захару вот это кстати был такой достаточно мне кажется откровенный диалог я думаю что когда вернется мы конечно же никите снова позвоним и он пришлем пиво пришлет нам из календограда да там местного не мы съездим к никите вообще ты посмотри какие у него фото обои на таких фото обоях на таком фоне грех не будет рубрика дорогая я на сборы сборы это главное что есть у нас сейчас в лучшей первой лиги мира сборами живут футболисты команды живем сборами и мы товарищеские матчи всевозможные непростые сложные будни тренировки упражнения но как назовешь корабль так он и поплывет как нефтехимик назвал свой корабль так и поплыл надеемся мы на это потому что команда максимально максимально необычно необычно предъявила свои амбиции в этом году начав видоса который все посмотрели я думаю да как круто возобновили сезон ребята из нижнекамска не буднично очень красиво ну вот есть у нас сегодня человек который расскажет нам кто это все придумал кто за все это отвечал кто все это оплачивал и какие будут последствия для нефтехимика от этого видео это максим лайкин максим привет всем здравствуйте полузащитник нефтехимика и да и конечно мы хотим понимать да все таки тут без спилберга не обошлось да но все-таки если говорить про видео про это завирусившиеся видео это благодаря нашему пресс-аташе я думаю но тут креативная идея именно от нее последовало от веры то есть и как бы она нам сказал свою идею то есть она увидела я так думаю я догадываюсь что это видео там в социальных сетях вот и предложила нам как оформить это в роли тренировочных сборов и как бы мы согласились почему бы и нет кто кто участвовал там кто ехал потолкал кто кто за рулем кто в багажнике за рулем был богдан зорин в багажнике был роман денисов и я как раз на руку на отружке гантелями со штангами с мячами ну такая веселая атмосфера была максим главного вопрос чей mercedes богдана нет богдана зорина но это уже к нему вес что вопрос и я ничего максим ну и каково вот это все я не знаю перевоплощаться я всегда сталкиваюсь с тем что футболисты зачастую неохотно да зажаты неохотно вот идут на подобные движения у вас все очень легко да все легко все воздушно то есть не сложно было согласиться и каково вот это перевоплощаться из футболиста в актера воскароносного максима лайкина конечно такие видео они больше развлекательные то есть больше для публики не знаю не совсем силен в том что как публика на это отреагирует это тоже нужно все подбирать поэтому я думаю этим занялась кстати наши пресс аташе поэтому я думаю эта идея была суперской как бы поэтому мы согласились максима еще давайте на чистоту вышел ролик было такое что потом не знаю начали писать фанатки максим как ты великолепно катаешься на плюшки а можно номерок познакомиться нет ни какого не было не знаю хочу быть твоей плюшкой ватрушкой до вдохновителем стало при саташе вашей команды верно моему зовут я не помню полумера я когда был в нижнекамске обратил внимание редкое для первой лиги явления когда при саташе имя девушка нет девушка и достаточно красивая девушка в этой связи у меня вот такой вопрос он немножечко конечно сейчас такой с подковыркой мне дома за него прилетит но сложно ли отказать очаровательный при саташе я так вот именно моя точка зрения то что медиа все равно как бы игрок то ли это тренер то почему бы и нет район вы не присутствовать интервью и видео да ну то есть я только за это и как бы игрок должен быть открытый ну что друзья продолжаем говорить про то как команды проводят свои межсезонные и предсезонные сборы нежку же межкружные межкружные сборы и перемещаемся никуда-нибудь в махачкалу в один из моих самых любимых городов где не так давно выпал снег и футболистов динамо не впервые бывало иногда такое и футболистов динамо пришлось чистить снег представляешь самим убирать брать лопаты что это правильно это правильно но мы сейчас с тобой на эту тему поговорим и поговорим на обе надо со мной надо говорить на хорошо тогда есть человек с которым можно поговорить на тем который участвовал в процессе и который за это кстати я думаю тоже получил деньги сосланка гермазов у нас сегодня в гостях да это защитник динамо махачкала который готов пообщаться не только на эту тему вообще о том что такое зима в нашей лучшей лиге мира да сослан приветствуем ну давайте сразу начнем я думаю вышли и были в шоке от того что столько навалило снега и вместо разминочки пришлось вот это вот все делать ну если честно да утром просыпаемся такой сильный снег на моей памяти лично такого не было снега наверно может быть детстве в редкое явление для махачкалы да конечно но я сам не смог очкал и ну рядом из нальчиков там тоже это такой снег очень редкое явление поэтому все были удивлены динамо сейчас я думаю переписали контракты что футболист должен играть там тренироваться и если что убирать снег кстати вот я думаю что если махачкала здорово начнет весеннюю часть сезона то многие команды на вооружение возьмут и следующем году будут специально свои стадионы засыпать снегом чтобы тоже футболисты участвовали в уборке давайте не банальные слова самое нелюбимое упражнение на сборах бега в парке наверное именно в парке да где могут подойти друзья с хачапури они едят махачкале в махачкале не хачапури не знаю чем там еще с хинкалом и сказать сослан отойдем немножко за тополь а мы тебе тут принесли постой с нами отдохни но ты кстати как равнинный житель не знаю что парки в махачкале это зачастую я же правильно что вы же в гору там бегать и да за махачкал за махачкалой по моему парк поправьте где но это горка где готовятся все олимпийские чемпионы по борьбе там готовится хабим поединком то есть для махачкалы легендарное место подготовки сборы крутые видео сборы это классные гости это возможность поработать лопатой головой ногами но это еще и конечно футбол сам по себе футбол вот например вот мы видим что есть начинает такого например есть такие люди как максим кузьмин который бывает не забывает что где-то надо и поиграть и красиво это сделать и исполнить и например там может быть мбаппе мбаппе даже красиво не мбаппе сделать да повторить его покажут параллельно максима кузьмина из балтики шедевраль не щить прошел всех вот посмотрите это еще не кузьмин вот сейчас летит не у мяч и смотрите чо кузьмин сделать смотрите 1 2 кинул и до свидания красавец ну а что ты вот самый твой момент весна это что за матч бог что это было на что за матч матч балтика сборная аргентина что хочу сказать вот такие моменты такие голы как забил кузьмин мне кажется заряжает всю остальную команду на очень хорошая позитивная кайфовое настроение роман ну во первых кузьмина точно такой гол зарядил и я думаю что ребят которые обладать и должны обладать хорошим спортивным эгоизмом амбициями когда смотришь на такие голы находясь на поле пропуская или наблюдая все это страны хочется повторить и сказать всему футбольную миру я тоже так могу футболисты алании празднуют готовится готовится праздновать руслан дауров готовится праздновать мячи наверное уже в премьер-лиге ну давай посмотрим разбег опа очень хорошо мне кажется что дауров какой-то момент решил что он не на футболе на чемпионате мира по спортивной гимнастике ну и что как раз тут поговорили мы про сальто и тут же у нас появляется руслан дауров футболист алании человек который крутит сальтухи и очень мощно выходит на поле и здорово играет самое то главное почему позвонили руслану 0 и он нам не знаю что произошло какое-то чудо случилось пришла информация что цирк дю солей предлагает руслану невероятный контракт на много миллионов евро за то чтобы он выступал со своими сальто-мортале и делал это на лучших аренах мира но мне кажется руслан останется в алании да да все верно предложение не устроило меня просто поэтому ну давай тогда руслан историю историю видео да расскажите как вообще дошли то до этого да да никак у нас тренировка закончилась их это хосонов он да да давно у меня спрашивал могу не могу и попросил сделать я сделал не нашел что могу не могу это такой пацанский подход конечно могу всегда могу конечно это откуда то есть занимались гимнастикой или что что это ну в детстве ушу занимался это как гимнастика можно сказать 4 а то а то получилось три оборота или сколько там было но это был сперва рандак подготовитель на сайт и потом саму сальту руслан и такого просто это максимум того что вы можете его сейчас пройдут сборы я не знаю пойдет еще какое-то время и вы еще что эти изобразить и но было не все прибавляют поэтому не знаю мужа то есть принципе может как бы от одной лицевой до другой вот так вот проскакать на на одном сальто это же я правильно понимаю история про возможное празднование забитого мяча возможно да но для этого играть надо начать пока я был на сборах у меня даже есть в отличие от тебя история когда меня на вискала принял за наркомана и выгонялся вот еще хвалиться ребята как бы то со стороны говорить о том что я комментирую да я вот прочувствовать все это общаться с придургами ятовичем что-то там прочувствовать общаться с продорогами ятовичем стариба уэстом с звездом спартака это того время это было так навсегда ну что рубрика мемы и . андрей лис истории небезызвестного для кого-то но достаточно такого скромного явления как в гиг это каким образом в гиг связан с первой лигой с фнл и как с футбол это тоже волнует особенно когда мы смотрим на тебя вот но но ты не могу и футбол валиста и футбол не ты сейчас ты похож на президента английской команды 6 дивизиона которая потом после матча всем сосиски раздает гиг появился в принципе в одиннадцатом году так что мы не знаю когда кстати появилась лучшая лига мира именно вот зафиксировалась сегодня еще раз пытался найти первый мем про лучше дни мера я не мало архива там и я нормально я нормально так посидел посидел до по скроллил я этого в кепке потому что посидел не нашел честно говоря первый мем но мемы про лучшую лигу мира я конечно приготовил очень хорошенькие это скажи пожалуйста вот я хочу понять для себя одиннадцатый год появления лучшая лига мира этот лейбл когда появился в гиг 13 нет в гиг одиннадцатый год правильно лучше лига мира лучше лига мира появился когда ворота даем горжо на у нас игры вот давай кстати покажем этот мем 15 16 когда все было раньше лигу мира да да это мне кажется было примерно всегда вот у нас сейчас появляется на экране мем с которого по сути все началось это это первый мем молодцы самый первый мем 3 2011 год друзья напишите в комментариях 20 какой ли вы жили ли в этот 20 августа но это понятно спартак цска велит она кинфеев вот это все столкновение до кинфеев уходит на носилках губернии в перерыве выдает ну собственно вот это вот и веселый губернии компания и понеслось и понеслось да кстати у нас ребрендинг произошел можете обратить внимание что аватарочка поменялась и все буквы сделаны из ног игоря а сам интересно что что для меня почему на восьмой год существования нашего подкаста только сейчас начинаем разбираться кто это человек игорь это андрей андрей игорь андрей игорь андрей лидо то есть в декабре приходил что-то рассказывал потом я а давай-ка начнем прав гиг кто-то да 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 то есть он просто башнял деньги потом здравствуйте расскажите о себе обрати внимание он же одевается реально какой человек который заплатил проплатил за эфир пришел посидел посмеялся покажите блин жалко не видно покажи в камеру эти в каких он туфлях пришел они бордо какого-то цвета ну ты реально из какого-то футболиста типа полу яхтово сделано просто посмотрел все мемы которые вот я сегодня посмотрел допустим про лучшую лигу мира за порядочное количество лет и отобрал те которые мне понравились их там энное количество давай по ну давай посмотрим ну вот пожалуйста жастый год я обожаю мемы без картинок потому что парня заколдовала колдуньи он мог говорить только одно слово в год и вот парень влюбился в девушку он четыре года не говорил ни слова накопил за это время четыре слова подошел к ней сказал фнл лучшая лига мира прекрасно хорошо хорошо или короля шута так а ну вот собственно ну можно сказать и тот и другой мем там они связаны это собственно почему лучшая лига мира является лучшей слева нхл да это в томске было когда муха на камеру села потому что это была ее камера во первых стадион видно ты знаешь стадион стадион труд конечно великолепный стадион блин той возвращайтесь верните той пожалуйста у вас есть фнл а вы смотрите матчи сборных вот согласен вот это актуально это можно было бы буквально вот на этом чемпионате мира абсолютно она была бы там идеально хрена это все смотреть и какие-то там аргентин фнл баскетбол и от слова которое нам нельзя говорить заблюрите да 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 отлично зашибись да а подожди а напомни в чем здесь соответственно прикол не смеется общение вот кольца есть но тут нет прикола это очень тонкие тонкие то надо просмотреть визуально визуально юмор да найди два отличия это по моему жигулевска насколько я понимаю это жигулевс да и она крона а ну вот там даже написано жигулевска на море как сейчас тут кстати трибуна вот за где кольца стоять сейчас здесь трибуна стоит баскетбольная евролигу это красиво мать и за то что вырубили свет и не сей текстильчик на красноярске в манеже но потрясающе хочется взять и сходить великолепно сеть вот вот а это похоже это похоже и есть воронеж да ну и вот ты вот скажи куда бы ты сходил красноярск на енисея или вот видно что именно работе профсоюзов купаются в бассейне до по членским по членским картам профсоюзных сотрудников попали на это мероприятие все так когда понял и осознал что футбольный клуб а вот кстати есть футболисты это леонель месси да 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 в курсе кстати где начинал свою карьеру леонель месси в отличие от вас двоих хотя вы мните себя футбольный специалист и где какая команда была родной для леонеля месси это не дербенская динамо тогда не знаю ну все тогда иван цивен праздновать выход крыльев фнл статью металлург самара кстати вот уже на воронеж это же самое да с продажи пеняева мне кажется отстроили пару папа парочку трибун добавили ярус ну а посмотри и пиво пиво наконец-то это же фотография вроде бы как из прошлого на самом деле на про будущее до пиво разрешили продавать и рекламировать на стадионах что вроде как как что это да пиво разрешат рекламировать на стадионах на фасадах на трибунах этот мем продавать он назад в будущее вы поняли насколько насколько мы чувствуем футбол все андрей мы тебя отпускаем друзья у нас был андрей и подписывайтесь на в гиг смотрите смейтесь да рубрика слава богу ты пришел мы пишем ее для каждого из вас каждому в сердце и каждому по способностям ребята у нас в футболе в нашей лучшей лиге мира появился человек оттуда откуда мы не ждали его из самой барселоны дядька подъехал дядька по имени пока не знаю пока читаю верю что через полгода буду на тига можно будет от зубов отскакивать он сам не знает просто посмотрел поэтому опередил франк артига ребята артига артикуляция артикулярный аппарат франк франк райкард франк дебур франк артига кстати и дебур и райкард прошли через барселону который ты мало что знаешь потому что там был месси суарес и неймар что самое интересное франк артига возглавил не просто родину для него это было бы наверное вызовом в карьере и таким прямо еще даже каким-то карт-бланшем авансом а родину 2 родину 2 которую он будет поднимать по крайней мере по чек который имеет своем портфолио воспитания таких футболистов как берем список мне нравится тоже вот люди которые предлагают почему гави то стоит 5 почему он не первый гави лучший человек в мире по меркам последнего суперкубка испании почему он всего лишь 5 чтобы интрига была какая-то чтобы не сразу погребняк там тот же был полу яхтов гави и потом там живут это интригами по-прежнему гави кто а здесь как бы когда не ольма подготовил много крутых футболистов дани ольма адама траора эрик гарсия андре анана гави карлос перес хави симмонс и многие другие и вот теперь этот человек в россии и не просто в лучшей лиге мира а во второй лиге то есть он будет тренировать команду который еще только пытается выйти куда она попытается выйти лигу первым уже есть родина а если родина вылетит основная ну и все зайдет вот идет это когда-то там там нюанс еще есть человек может вообще работать без задачи по выходу потому что родина уже в первой лиге родина 2 от команды которые в второй лиге выступают до которые с родиной сквозная заявка да и задача франко артиги откопать будущих гениев создать пирамиду то есть каши цели невероятно громкие ну помочь в достижении выстраивания этой модели одна команда в премьер-лиге одна команда в 1 и 1 соответственно на этом сегодня прощаемся ненадолго думаю что где-то может быть даже завтра здесь на этом же канале чтено выпуск в новой одежде андрея ли наверное наконец-то в каком-то красивом роман вагин шамиль гаджиев и я как всегда в образе недоброго чем-то даже что еще славного амбициозного потрясающего самого лучшего человека на земле смотрите нам нужны ваши 500 просмотров